Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 15 мая. Я вот пришла рассказывать про завалинку, как раз рассказала, как подвязывать и как я формирую вот эти томаты. Но вообще, вы наверное видели, я много, почти в каждом утреннем видеоролике показывала вот эти томаты, которые высажены на завалинки. И у кого-то может быть возникнет впечатление, что эти завалинки сделаны специально для того, чтобы высадить вот эти томаты, малыши. Нет, конечно. Это уже как следствие. Раз у меня есть завалинки, значит я их сюда высаживаю. А изначально у этих завалинок, конечно, есть основная функция, которую они выполняют. Это дополнительное утепление теплицы. Потому что когда мы высаживаем в самые-самые ранние сроки, вот там, где теплица устанавливается на землю или там устанавливается на фундамент, вот это самое уязвимое место, когда там начинаешь высаживать с той стороны томаты, а с этой стороны холод идет вот отсюда. И завалинки предохраняют. Это как бы как присыпка, утепление. Ну вот хорошо сейчас там у нас мы подняли вот эту грядку вот там обордюренная, вот там, где теплый подогрев грунта. Но мы начали завалинки-то делать, когда еще не было там высокой грядки. Там это высокая грядка, и вот эти доски, которые стоят, они, конечно, утепляют дополнительно. И тут вроде завалинка-то не нужна была, но она сделана давно. Но сейчас мы повернемся на другую сторону, где нет таких досок утепляющих, и посмотрим другую ситуацию. Вот здесь досочек никаких с той стороны нет. Нет никаких досок. И вот, как я говорила, когда ставишь теплицу вот так вот, там немножко же, ну вот столько, наверное, в землю прикапывается. И вот этот край, он самый-самый холодный. Я уже сколько, много лет выращивала. И на продажу там рассаду выращивала, и перцы выращивала, и ранняя высадка была. И вот эти крайние ряды, от того, что отсюда идет холод, они во время ранних высадок очень плохо развиваются. И все-таки вот это влияние низкой температуры за бортом очень плохо на них сказывается. И мы каждой теплице делаем вот такую присыпку, подсыпку. Это дополнительное утепление. Потому что там томаты ниже, а они, вот эта присыпка выше земли, ну 10-15 сантиметров. Где-то там у нас и 20 сантиметров. Она очень хорошо помогает. Ну а, конечно, потом, раз уж здесь мы делаем присыпку, раз тут уже земля, ну, как я всегда говорю, сам Бог велел сюда что-то посадить. Тут у меня и тюльпаны, и нарциссы, и вон там в той стороне даже лилии. И томаты, все вперемешку цветы, томаты. В том году, в позапрошлом году я высаживала здесь перцы. Можно высадить все. И лук-батун у меня на такой же заваленке. И петрушка. Короче, и для зелени, и для томатов. Для всего я эти крошечные заваленки использую, потому что это драгоценные сантиметры площади нашей земли, которую нужно обязательно использовать. Все, до свидания. Кстати, томатикам здесь очень нравятся. Я вот эти вот ранние скороспелочки высаживаю. И самый первый урожай, конечно, здесь на бордюрчиках. Потому что тут они все ранние, они все быстро развиваются, с маленькими кустиками. Они раз-раз-раз, смотришь, уже красные помидорки. И полезно, и приятно.